Помнится, один из корифеев исторической науки 20-го столетия охарактеризовал свое ремесло следующим образом. Историки — это мастеровые, которые из разных деталей, порой мельчайших, скрупулезно воссоздают картины прошлого и портреты выдающихся людей. Но при этом о себе и о секретах своей профессии историки рассказывают редко. В этой программе мы постараемся развернуть ракурс на 180 градусов. Поговорим со историком и не только о науке. Ну, если коротко сказать, немножечко биографическое сведение. Значит, да, конечно, я уже дед, так сказать, мне уже за 70 лет. Вот родился я в красивейшем месте, это долина на берегу Енисейской протоки. Значит, там большой и малый Енисей делились на рукава. Были острова с большим травостоем. Вот, красивое место. Долина накружена была горами Унюком, Красной и Тураном. Вот, школу я кончал уже, правда, в новом поселке. Это поселок Красотуранск, так сказать, старый. До этого он назывался селом Абаганским, а еще до этого это Абаганский был острог. Оно ушло, так сказать, под воды Красноярского водохранилища, о чем, конечно, мы все, так сказать, старокрасторанцы жалеем, мы вспоминаем это родное село. Вот. Сколько помню себя, все время читал, много читал книг. Как был записан, говорят, мать вспоминала, во все библиотеки районного центра. И был такой заветный шкаф в Райпотребсоюзе, где работал отец, куда, так сказать, сносились новые издания. Я добывал там, отец мне давал ключик, открывал стеклянную дверь, садился на пол и смотрел вот эти новые издания. Это было, конечно, великолепно. Ну, потом я закончил Абаганский государственный педагогический институт, филологический факультет. Немного работал в школе, армия. И после этого мне повезло просто-напросто. Простой же был парень с правообережья, Несея, без всяких связей. Но мне удалось как-то, в общем-то, будучи, видимо, человеком, так сказать, общительным, связаться со многими людьми, которые поверили в меня. И я попал работать старшим научным сотрудником Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории. Это был год 1971-й. В Хакнияле Александра Петровича к тому времени он уже вернулся в Абакан с армейской службы. Рекомендовали его бывшие наставники из ЭГПИ. Из их благословения будущий ученый с головой ушел в исследование проблем аграрной истории и совхозного строительства Хакассии. Вот в моей жизни были три учителя, которые, три человека, которые сыграли большую роль в моей жизни становлениями профессионала-историка. Это, конечно, директор института Валентин Абрамович Асачаков, заведующий сектором экономики Виктор Львович Бобровник. И в Новосибирске я потом в конце 1970-х годов поступил в аспирантуру Института истории, филологии и философии Сибирского отделения Академии наук СССР. Это академгородок. И вся моя была жизнь связана с этим академгородком. У меня не только там была двоюродная сестра, ветеран Сибирского отделения, кандидат наук. Ну, в общем-то, я много, так сказать, там посещал всесоюзных российских научных конференций, был знаком и видел выступления многих выдающихся ученых-историков нашей страны. Был знаком даже, так сказать, ну, может неудобно говорить, но даже с знаменитым Алексеем Павловичем-окладником, академиком, известнейшим археологом, героем саталитического труда и лауреата Государственной премии СССР. Ну, а сам мой шеф, это был, конечно, замечательный человек. Он был не только ученым, но и большим знатоком литературы. Он, например, вот мы ехали с всесоюзного симпозиума, проводимого в Кушинском, как-то, в общем-то, и он нам по дороге весь этот путь автобусный читал наизусть, в общем-то, Евгения Онегина-Пушкина. Это, в общем-то, был великий человек. Защита кандидатской диссертации, написанной под руководством профессора доктора наук Николая Яковлевича Гущина, состоялась в 1983 году. Через несколько лет она будет издана в виде монографии. Я до сих пор вот жалею о том, что он звал меня в докторантуру. Буквально на лестнице вот стояли и разговаривали. Он уже уходил, говорит, ну, ты решишься или нет, так сказать. Я тогда вложился слишком много в кандидатскую диссертацию, и я отказался. После меня я приехал, рассказал директору об этой истории. Тут же после меня поехал человек, вот, стал у него аспирантом, защитил диссертацию докторскую. Потом, ну, вот, что относить. Но потом, значит, я работал, кроме Хатнияля, я перебрался. Так получилось, надо было связить с докторантурой. Я ее проходил в Новосибирском государственном университете, поэтому мне сказали, для того, чтобы поступить в нее, мне нужно было работать в ВУЗе. Я перебрался в институционально-алтайской теркологии Хакасского государственного университета, который возглавлял тогда замечательный человек, великолепный администратор Степан Павлович Утургашев. Это у меня воспоминания о нем самые наилучшие. Ученый Миртесин и Абакан не исключение. Степан Павлович Утургашев и сам вышел из Хакнияля. Работал его директором, затем ректором АГПИ. В 1996 году возглавил вновь созданный ИСАД, институт Саяно-Алтайской теркологии, в составе ХГУ имени Катанова. Вот там я начинал разрабатывать новую проблематику. Да, я всегда, в общем-то, стремился заниматься не столько социально-экономической проблематикой, какая была у меня ранее. Я защитил диссертацию. Все-таки по истории совхозной деревни Хакасии. Тогда было очень важно понять, почему в национальных регионах Сибири не существовало колхозного производства, были одни совхозы. Как это произошло и насколько совхозная форма хозяйствования была эффективна вот этим регионам. На примере Хакасии я должен был показать вот все это. Ну, вот такую тему я поднял и защитил диссертацию. И до сих пор считаю, что крупное хозяйствование в условиях Сибири, оно имеет, в общем-то, большие перспективы для развития. А все-таки нравилась мне больше социально-политическая проблематика, и поэтому я потихоньку стал уходить, начитывая литературу. А потом, когда в докторантуре у меня было время большое, я занимался сбором архивных материалов в разных архивах Новосибирска, Красноярска, Москвы, наших местных в Абакане и Минусинске. Сейчас годы прошли, так сказать, я бы еще, конечно, но это великое дело, это работать в архиве. Это и мучительно, тяжело, и руки всегда, так сказать, не очень чистые, и дышишь этой пылью, так сказать, особенно в архиве ФСБ в Красноярске не вспоминаются эти дела. Но, тем не менее, когда найдешь какой-то документ для тебя, ну, очень важный, ну, такое удовольствие получаешь, в общем-то. Я бы, конечно, сейчас бы поработал в других архивах Москвы, например, в военном еще архиве, в архиве социально-политической истории, в архивах и фондах музеев Ачинска, Каннска, Енисейска. Так же, как здесь прошел бы гребенкой, так вот часто эти архивы, как Минусинские в Абакане, чтобы заполучить более полную картину того, что происходило вот в нашем регионе в годы 1917-й, первая половина 1930-х годов. 90-е годы стали золотым периодом для историков. Распахнулись двери засекреченных ранее архивов. Открылся свободный доступ к документам, лежавшим на полках спецхранилищ служб госбезопасности десятки лет. Сухие строки и цифры, за которыми порой скрыты страшные, окропленные слезами и кровью, факты. Историк, он обязан, во-первых, не кидаться в крайности. Так, это первое. Я не сторонник того, чтобы, так сказать, рассматривать те или иные явления с одной позиции. Их надо смотреть с разных сторон и объяснять, почему это происходило. В общем-то, все, что было в нашей истории, мы возьмем, давай, Столыпинскую аграрную реформу. Там было положительное, на то же время, так сказать, было и отрицательное для крестьян, общинников или коллективизация. Ну, да, конечно, и переломали деревню. Жарновато, сказать, большевистские, сломали все и все. Но ведь к концу 30-х годов была создана система, которая могла гарантированно обеспечивать государство продовольствием. Возьмем тех же немцев, которые оккупировали Белоруссию и Украину. Они сломали и уничтожили все администрации, все, что существовало при советской власти. Но оставили колхозы. Почему? Потому что они знали, что колхозы могут за палочки, за трудодни, так сказать, давать, так сказать, множество всех хозяйственных продукций. Это одно. Значит, не надо впадать в крайности. Первое правило. Второе правило, все-таки, это должно быть, историк должен и обязан, так сказать, заниматься архивами и писать на том, о том, что, так сказать, вот архивы тебе дали в документе нашего факта, и как там излагаются. Ты сопоставляешь и, конечно, там разные дела, разные взгляды и все прочее, но ты пишешь, ссылаясь на эти архивы. Тебя не может, тебе никто не может упрекнуть уже в этом, так сказать, то, что ты это наврал. Я скажу всегда, а я вот нашел ГАНО, Государственный архив Новосибирской области, фонд такой-то, опись такая-то, дело такое-то, лист такой-то на этом листе, то-то, то-то и то-то. Меня порой упрекают, так сказать, вот вы за красных, там, за белых, так сказать, советскую власть, вы мараете, да ничего я не мараю, мне все равно, так сказать, красные или белые. Должен быть один принцип, неумешательство в историю, так сказать, в написание ее людей, которые со стороны должны работать профессионалы, и они должны основываться сугубо, так сказать, на архивных источниках, все. Однако ведь историк-профессионал тоже не может быть объективным на все сто процентов. Он человек по определению, и ничто человеческое ему не чуждо. Любой пересказ событий прошлого не более чем версия, но фундамент у нее должен быть надежным, подкрепленным подлинными документами из архивов. Я тогда очень увлекся сначала вот то, чем сейчас иногда увлекаются краеведы, значит, ну, портретной историей, и по истории вот таких вот, ну, рядом какие-то события, которые находились, ну, той же Соловьевщиной, красным бандитизмом, вот, имевшим место, так сказать, на нашей территории в начале 1920-х годов. И предполагал я, я приехал в Новосибирский академ, институт истории, где у меня и по сегодняшний день остались друзья, вот, и там закричал, что, ну, вот, я нашел тему докторскую, я буду писать о Соловьеве. Дикий хохот стоял, почему? Потому что, ну, меня сразу же спросили, а встречный вопрос, а сколько таких было Соловьев в Сибири? Ну, и было их масса, так сказать, 200, может, больше, 300 человек. И что, по каждому писать ты будешь докторскую диссертацию? Конечно, нет. В общем, и тогда потом я определился с научным консультантом, им стал Владимир Иванович Шишкин, известнейший историк, он был тогда заведующим отделом, сектором социально-политической истории, института истории. Вот, большой ученый, действительно, с которым нас, к сожалению, судьба развела, по, там, ну, в основном я виноват, считаю. Ну, и вот он взял меня в докторантуру на Сибирском университете, где я и начинал разрабатывать проблематику темы власть и енисейское крестьянство, взаимоотношения в годы, вот, который я уже назвал 1917-й, начало 1930-х годов, то есть с февральской революции 1917 года и кончая завершением массовой насильственной коллективизации, то есть второй революции уже, имеющей место в деревне. Вот, ну, тема была большая, объемная, потом мы все как-то там пытались ее отделить на период гражданской войны, на 20-е, 30-е годы, ничего толком не получилось, потому что я все время перепрыгивал с одной проблематики одного периода на другую. И так, в общем-то, ну, я считаю, что по моей вине я так и не стал, так сказать, доктором исторических наук. Удивительно, но факт. Имя Александра Петровича Шикшеева известно далеко за пределами Хакасии, а его монография «Гражданская смута на енисеи. Победители побежденные» давно превратилась в библиографический раритет. Сотни публикаций в различных сборниках по всей стране. За 50 с лишним лет упорного труда в архивах и домашней библиотеке за рабочим столом. Ну, тем не менее, я написал за это время четыре монографии научные, две из которых, в общем-то, получили довольно высокую оценку среди историков. Об одной из них были рецензии самых ведущих журналов страны в отечественной истории. А вторая книга, вот, вышедшая в 21-м году, она получила уже, вот, были написаны уже две рецензии в разных журналах. Ну, и так, отклики, вроде бы, сказать, неплохие. Ну, говорят, тяжеловатые книги, в общем-то, для чтения. Везде все это, кровь, убийство и т.д. и тому подобное, в общем-то. Ну, а куда денешься без этого, так сказать? Такая была история наша, даже прошлая, кровавая во многом, так сказать. Вот, очень сложная, где переплеталось очень много конфликты всякого рода. Не только классовая борьба, но и, в общем-то, и бандитские, так сказать, там, повстанческие выступления и крестьян. Ну, в общем-то, и простая уголовщина. Уголовная стихия, она всегда была, значит, важнейшим элементом в тех событиях, которые имели место и в 1917 году. Сплеск уголовщин был в Красноярске, например. И в начале, до середины 1920-х годов вообще по губернии. Вот, а затем и в округах, так сказать, инисейских, несмотря на то, что, в общем-то, неоднократно Сибирь объявлялась неблагополучной по бандитизму. И вычищались рецидивисты в деревнях, в тайге, так сказать, и расстреливались потом, значит, в том же Минусинске, например. Вот, по приговору тройки чрезвычайной, значит, полномочного представительства АГПУ. Оно имело тогда такой вид наказания, несудебное расправа. Документы посылались туда, и потом они на основе этих документов быстро выносили приговоры. Вот, тем не менее, в общем-то, уголовщина была, имела место. Вот, и потом это перешло в 1929 год, и уже потом в коллективизацию, где боролись, так сказать, не просто государство проводило коллективизацию, а боролись разные крестьянские группировки. Вот, одна часть населения шла на другое. Вот, так что это было сложнейшее, в общем-то, сложнейшее явление в нашей жизни. По скриптум. Историк приходит в подвал не потому, что любит пыль, а для того, чтобы оценить прочность здания. И потому, что для определения характера трещин он должен знать, каково качество фундамента. Ричард Генри Тони, британский историк, 1978 год. Субтитры создавал DimaTorzok